7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, благодаря которой у людей есть возможность путешествовать, получать посылки и своевременное оказание помощи в случае чрезвычайных ситуаций. О тех работниках, без которых ни один летающий аппарат не сможет подняться в воздух, расскажет Елизавета Кабанова. Рабочий день техников начинается в 6.30 утра. Ведь перед вылетом необходимо проверить вертолеты и самолеты на техническую готовность. За уходом Ми-8 и Ан-2 отвечают разные техники. Каждое воздушное судно имеет свою специфику. Проверка двигателей, обогрев летающих машин – ежедневная рутина. Зима сурова не только к людям, поэтому в этот период процесс подготовки к вылету занимает чуть больше времени. Мы приходим с утра, начинаем, пока идет осмотр самолета. Потом начинаем обметать самолет. Мы ставим подогреватель для выявления дефектов. Чтобы пришел экипаж, самолет уже был исправен полностью, готов к полету. Ми-8 и Ан-2, без которых жители Заполярья не могут представить свою жизнь, находятся под крылом таких людей, как Николай. В профессию он пришел около 20 лет назад, но все еще любит дело, которое выбрал когда-то в молодости. Все началось с интереса к велосипедам и мопедам. А сейчас, благодаря Николаю, воздушные суда округа всегда готовы к полетам. Перед каждым вылетом вертолета и после полетов выполняется оперативное техническое обслуживание, заключающее в осмотре двигателя, систем, заправки его сжатыми какими-то газами, горюче-смазочными материалами в соответствии с заданием на полет. То есть все это тоже оговорено в эксплуатационной документации. У нас так называемый регламент, где все написано, что делать непосредственно перед вылетом. Перед вылетом техники передают всю информацию экипажу, а уже после полета получают обратную связь от бортмехаников. Все выполняется по четко прописанным инструкциям, потому что ошибка может привести к непоправимым последствиям. Техники также следят за тем, чтобы все воздушные суда прошли специальный осмотр, который происходит через каждые 100 часов полета. Вот это так называемая печка керосиновый обыкновитель КО-50. При периодическом техническом обслуживании тут осматривается свечка зажигания. Здесь вот она находится под винты. Откручиваешь, достаешь, проверяешь искрообразование, зазоры. Потом что еще? Откручивается, снимается полностью колорифер. Это так называемый теплообменник. Среди техников есть шутка, что вертолет держится на проволоке. Так как каждый трубопровод и винтик закреплены проволокой, чтобы во время полета все было на месте. Помимо этого смазываются все движимые части вертокрылой машины. Каждые три года техники проходят переобучение, чтобы всегда быть на страже безопасности пассажиров и экипажа. Каждый винтик на воздушных суднах важен. А следят за их состоянием как раз воздушные лекари. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север.